Меня настолько позабавила реакция на мое видео, где я сказал, что первый крупный русский ученый Ломоносов учился в Киево-Могилянской академии, что решил привнести чуть-чуть занудство в это развеселье. Понимаете, Рашкостанцы, то, что плешевый гном возраста Брежневского на уровне как раз перед началом гонки на лафетах говорит о том, что Украину создал Ленин, как бы не повод ему вторить, а тем более троить по этому поводу. Есть факты, да, действительно, Ломоносов учился в Киево-Могилянской академии. Выперли его, туда не выперли, но факт есть. То есть человек, который первый крупный русский ученый учился в Киево-Могилянской академии. И, ну, странно там говорить о том, что Украины не было, Украину создал Ленин. Понимаете, даже, ну вот, я там уже полсотни лет прожил, да я помню еще советскую марку, 1500 лет Киеву. Довольно странно считать Киев по рождением России, там, Москвы, учитывая, что Киеву 1500 лет была в 1982 году, а Москва, насколько я знаю, 850 лет от момента основания. Кем основания? Юрием Долгоруким, князем Киевским. Ну, как-то, курица раньше яйца, в вашем случае, даже причинно-следственные связи, понимаете, у вас получается, что внучок бабушку родил. Крестили Киев, 988 год. Опять же, еще при Союзе это дело отмечалось, под эгидой ЮНЕСКО и 1500 лет Киеву отмечалось при Союзе. Крещение Руси, тысячелетие, 988 год. Никакой Москвы нет в проекте даже еще, понимаете. Я понимаю, что там 1500 лет жители Киева вряд ли называли себя украинцами, но это как бы все равно, ведь когда римляне жили там 1500 лет назад, 2000 лет назад, сейчас на этом месте живут итальянцы. Это их потомки, так или иначе, там, да, с примесями, там, куда-то, но это с большой вероятностью те же самые люди, которые 2000 лет назад жили на этих территориях. Так же я вот как украинец, да, мои предки там поколениями живут на этой территории. Так же они жили там в Киеве. Они назывались там подробно. Хотя вот, допустим, при Богдане Хмельницком, опять же, это пляшевые дедушка, когда рассказывают о том, что Ленин создал Украину, у меня в Харькове стоит памятник, ну, может, уже не стоит, к 300-летию объединения Украины с Россией. Там казак украинский, российский, в косоворотке хлопак какой-то, памятник поставил в 1954 году. К 300-летию объединения Украины с Россией. Ну, дедушка Ленина, по-моему, не то, что не пахла, как сейчас. Опять же, как это, основатель русской литературной словесности современной Пушкин Александр Сергеевич, родившийся в 1799 году, насколько я помню, да, а Энеида на украинском языке напечатана в 1798 году. То есть полностью открывайте, читайте ее, если вы знаете украинский язык, как я его знаю, вы можете Энеиду читать 1798 года, совершенно сейчас, через 200 с лишним лет, безо всяких там переводов. Это напечатано за год до рождения того, кто создал литературный русский язык. Понимаете? К чему я клоню? Это все напоминает попытки приписать, там, я не знаю, черно-красный флаг, вот флаг Бандеры, ну, 100%. Вы видели, у тебя с Харькова, там рядом Чугую есть город, там Репет родился, жил, писал. Там Бурлаки на Волге, вот это. Казаки пишут письмо турецкому султану, казаки, картина. Там желто-блокитный флаг и черно-красный. Тоже так, как раз заради до рождения Бандеры. Предвосхитил, наверное, товарищ Репет, возникновение Бандеры и Бандеровщины. И тот же Александр Сергеевич Пушкин писал, тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут. И Карл пошел в Украину, писал Александр Сергеевич Пушкин. Даже не думая о том, что Ленин еще не успел создать Украину. Посмотрите на языки. Украинский, там, я в большой советской энциклопедии еще смотрел, что украинский, русский, белорусский языки от старославянского, древнеславянского произошли там в 14 веке. Ну, а русский все-таки, это больше эсперанто. Там тюркского намешано, там славянского куда меньше, чем в украинском языке. Посмотрите, я когда по-украински говорю или делаю, это хороший пример, мне он понравился. Если я хочу сказать, что я беру бутылку водки, наливаю в стакан и выпиваю водки. Да, это я говорю по-русски. Бутылка – это французское слово, стакан – это тюркское слово. И водка – это польское слово. В украинском варианте я говорю, беру пляжку, наливаю в чарку горилки. Все украинские слова. Берем, очень хорошо видно на том, что русский – это эсперанто, собранный с миру по нитке, голым этим рубашком. То, что, если я говорю по-украински, то стирать – это прать. Тот, кто стирает – это прачка. Сам процесс называется проня. Если я глажу белье, это праска, утюг, праска. Паральная машина, стиральная машина. В русском языке, как это у нас получается? Стирка – это процесс. Прачка – это та, которая стирает. А гладить после стирки – это утюг. То есть, это просто понадергано так, понимаете? Бухой в посудной лавке в темное время суток, понимаешь? Это понадергало с пола каких-то слов. Смиритесь, украинский гораздо более цельный, гораздо более логически построенный, гораздо более красивый язык. Насколько я помню, там в каком? В Париже в 1932 году был конкурс на самые мелодичные языки. И украинский занял второе место, если не ошибаюсь, после итальянского. Ну, в общем, как бы, не пытайтесь запрячь свою кобылу, своих ослов позади телеги. Украинцы, Киев, на этих землях были. Понятно, что другие люди. Но когда в Киеве были другие люди, наши предки, когда называлось это, там, не украинцами, я там, я не знаю, как они себя называли. Ну, в России на месте Москвы были просто болоты. И не надо говорить, что вы там новгородцы, не новгородцы. Вы к новгородцам не имеете никакого отношения. Московиты просто вырезали. И новгородцев, и там, да, были какие-то города, допустим, этот самый, как там, блин, господи, Татарстан. Там, Казань. Ну, вы же туда приходили, московиты, и вырезали там людей просто. То есть вы не становились от этого новгородцами, не становились от этого татарами, там, казанцами. Вы пришли, допустим, в Батурин, столицу казаков, и вырезали там всех вплоть до младенцев. Вы от этого не стали казаками, московиты, понимаете? Так же и московиты не стали новгородцами, и не стали украинцами. Особая отдельная какая-то, оставлю пить это.